I have ways of blowing things off. Ребята пригласили нас посмотреть на их крутые творения. Творения настолько крутые, что мы сейчас находимся на Разрушителе, на Дестроере. Зацените, как эта штука эпично выглядит. Причем там говорят, что внутри вообще рил. Говорят, что внутри-то вообще бомба. Я еще не был, я только по палубе сверху потоптался. Говорят, что нужно зайти, поэтому я, наверное, схожу, зайду. Так, ребятушки, давайте тогда, пока я буду тут бродить и смотреть, вы немножко расскажите, кто вы, что вы и как вы. Если что, ссылка на этих ребят будет в описании, заходите к ним. Они строят очень эпичные вещи, поэтому присоединяйтесь. Так, давайте, ребят, вам слово, рассказывайте, я пошел лазить. Ну, значит, как Фрум уже сказал, ссылка на наш дискорд-сервер в описании. Нас там немного, но мы дружные, все друг друга знают. Вот, мы строим крутые постройки, вот как этот, как этот разрушитель. И в этом видео будет еще несколько крутых построек. Вот. Ну, и вот показываем на этом канале. Вот, присоединяйтесь. Да, мне всегда нравятся выпуски, когда ребята показывают что-то эпичное. У нас каждый раз получается какая-то прикольная дичь, на которую потом интересно посмотреть, позалипать. В прошлый раз у нас что там были, полеты на неуправляемых самолетиках или что это было? В прошлый раз была подземная база. Подземная база неуправляемых самолетик. Да, это было дико. Дико был немножко более огромный. Да. Так. Несколько раз. Давайте. Значит, три был маус. Угу. Я вот думаю, а джетпак можно снять? Да? А, ну я могу тебе его снять. Наверное, да, потому что при хождении от первого лица почему-то он у меня перед глазами. О, спасибо. Вот, тут тесно смотреть от третьего лица, а от первого лица он немножко... О, это стекло. А, нет, это не стекло, зараза. Это ангар. Отдайте джетпак. Блин, какой же фейл. Спасибо. Я подумал, что это стекляшка. Ну вот, а вы говорите. Хорошо, хорошо. Эта штука, она будет летать, плыть. Как она будет выглядеть? Почему мы до сих пор в воздухе? Нет, если посмотреть, то можно увидеть, как она летает. За счет чего мы сейчас в воздухе держимся? Мы зафрижены. А, то есть если мы сейчас отпустимся, оно типа вниз пойдет? Да, но оно может летать. Ну то есть... Вперед. Если ты им будешь управлять, то оно не пойдет вниз. А, так, хорошо. Ну, есть же кто-то, кто из вас умеет управлять, вы же не просто построили. Ну вот он. Хорошо. Где занять место наблюдателя? Ну, давай наверх, наверное, пойдемте. Наверх? Хорошо, сейчас. Да, да. Командирскую руку. Сейчас, сейчас, я найду, где этот наверх находится. Кот, я более чем уверен, что ты не умеешь управлять имперским звездным разрушителем. Я вот так наверх доберусь. Блин, чертовы баллоны. Так, ну-ка. Через... Да, зайди ты. Опа. Ты сто раз управлял разрушителем. А вот в сто первый раз не сможешь. Да, вот мне тоже так кажется. А что тут за кнопочки, которые не тыкать? Так, ладно, я сел, нормально. Мне удобно, мне комфортно. Буду смотреть отсюда на все, что будет твориться. Нет, ну ладно. Доверьтесь мне. Нет, нельзя просто сказать доверьтесь мне. Ты должен добавить, что ты инженер. Когда ты веришь, доверьтесь мне, я инженер, люди обычно ведутся на это. Да. А, стоп, комнату еще какой-то на Снэйк не показал. А куда, 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 в комнату, чтобы... А я не знаю, вот сейчас идут за ним. Так, на нижней палубе, значит. А я нашел. Минуточку, это все Снэйк строил? Да. Нет, не он... Комнату я видел, но она была заперта. Да, я сюда заходил, но тут было заперто. Трон! О, погоди, это телек смотреть? Меня заглюкало. Погоди, я не пойму, как... О, я понял, как. Не, на трон я садиться не буду. Да, телек смотреть имперскую пропаганду. На кроватях можно реально спать. Сейчас, сейчас, стоять. Почему-то поза немножко странная для сна. Я думаю, что это больше подходит для немножечко медицинского осмотра. А я уже подумал, как он хорошо сделан. Что именно? Ну, я имею в виду, что вот это вот поза. А! Нет, так-то просто я тоже, помните, делал вот в коробке тоже кровать. Ну, да. Я вот подумал, что он как-то этот хорошо смог это сделать, а нет. Все равно поза. Ну, нет, но все равно, сам факт, да, блин, я сейчас убьюсь, пока выберусь. А зачем тут все телом, они горят? На их можно нажать? Ну, я думаю, что не надо ничего трогать. Нет, понял. А, это лифт, я только сейчас понял, ё-моё. Тут есть лифт? Да, вот смотри. А, вот эта штучка, да? Да, я вот только, у нас зафрежно, у нас зафрежно. Да, точно. Ну, я вот, кстати, только сейчас боюсь. Мое почтение, знаете, тут прям кнопчик тыкать, не перетыкать. Итак, хорошо, ладно, я все-таки возвращаюсь на свое место. Не умею, я строил, да, да. А, что там еще? Белые, белые камеры. Так, ладно, давайте общий план. Не, ну красавец. И крейсер, и создатель. И то, и другое. Хорошо, может быть, поехали, попробуем. И создатель, это линейный корабль. Мне это, наверное, мало чего скажет, но окей. Я просто не разбираюсь ни во флотских делах, ни в чем таком. Что это вылетело? А, из кушек, я понял. Так, кто курит на верхней палубе, прекратите, курение это вред. Так, садитесь. Я сел, я зафиксировал свою пятую точку, я готов давать. Покажите мне всю мощь империи. Как бы плохо это не прозвучало. Это неплохо. Империя, это хорошо. В играх? Да, я только за. Хотя, мы лично корпоративные люди, и у нас корпорация, но я могу понять, что такое империя. Так, ну это, давай, расфриживай. Расфриживай, два, фриживай, три. А нам не надо... Ну ладно, я не буду нажимать лаунч, потому что мы можем что-то сейчас испортить. Погодите, а кто один раз... Кот, это ты нажал лаунч? А, он так и умеет зависать. Что там происходит сзади? А, это шарики, я понял. Сейчас, а стулья не... Стулья фикс надо убрать. Какие? Сверху, снизу? А, короче, Сережа, у тебя вот стульчик, а вот он же у тебя зафрижен. Понятно. Ха! Нам стульчик не давал взлететь? Да. Кстати, Сережа, зафрижен. Ох ты, ел. А, офигеть! Я бы улетел! Мы гиброзвук вышли, а какой гиброзвук этот... Как называется-то? Ё-ма-йо! Я отлетел над же... Куда?! Нет, стой! Ноль FPS по хэлк! Да тут вообще у меня повисло все, что могло, повиснуть! 5 FPS help! Я отлетел, но меня спас джутфак. Так, вниз на скалы. По-моему, знаете, ребят, по-моему, это вполне подходит под определение спидран. Да, только вот... А подожди, у тебя же там стояли... А ниже ты не опустишься, шарики тебе не дадут опуститься ниже, чувак. По-моему, это все, это ггшка. По-моему, надо выключить воздушные шары, да. Выключить воздушные шары и доплыть уже своим ходом, потому что ниже мы не опу... Ну, хотя... Не, ну она типа опускается на полмиллиметра где-то. Да. А если один шарик убрать, на сколько мы упадем? Если убрать один шарик, то, ну, этот... Мы упадем целиком. Если в шарик выстрелить, он же испортится! Если в него не выстрелить, тогда испортимся мы. Кто управляет? Зеленые кнопки надо нажать, говорит вот Сны. Мы, по-моему, дрифтим сейчас. Оно не тыкается? Может, тебе просто у тебя нету этих прав нажимать на кнопки... Нет, мы за карту ушли, не надо! А ведь там были двигатели от самолета, и можно нормально лететь. Учитывая, какие были самолеты в прошлом нашем выпуске, я не сказал бы, что это нормально. Они неуправляемые. По-моему, здесь происходит то же самое. Все управляемые, просто вы этот что-то не умеете. Как там в истории игрушек было? Это не полет, это управляемое падение. Вот, по-моему, то, что здесь происходит. Нет, эпично. Эпичность, конечно, да, эпично, но... Но, мне кажется, надо эвакуироваться. Да, есть такое. Кот, давай прекращать, там челнок есть спасательный. Ну, не спасательный, но давай-ка ты это повеснешь, и мы спокойно эвакуируемся. Ресет-черактор спокойно эвакуируется? Нет, я же говорю, там в ангаре стоял корабль. Ну, так тоже можно. Мы ушли за карту. Ну, кот шарики выключил. Эх, кот. Эх, шарики. Ладно, хорошо. Показывайте, ребят, свое следующее творение. Значит... Это, кстати, было прикольно. Из-за независимых систем, значит, кораблик, да. Как он там... Сейчас никак не могу вспомнить корабль банкиров, как он назвал. Деньги на бочку. Как это назывался? Давай, короче. Итак, следующим лотом. Во-первых, у нас тут очередной корабль из Звездных войн. Во-вторых, заспавнили парочку вот таких вот штук. Это шагоходы, не знаю, как их назвать. Обычно... Это не Звездных войн, если я ничего не путаю. Нет, это не Звездных войн, в смысле, что это не колесный транспорт, это роботы на собственном ходу какие-то. Вот. У которых горят фары. А, кстати, а что за ангар? Ангар? Обычный такой ангар. А зачем вы строили ангар, если вы собираетесь... Ну, то есть, столовка просто. Ну, я не знаю. Я не знаю, это... Это я не могу... Ангар тоже поплывет с нами, по-моему, да? Да. Ух ты ж! Тут роботы сальто делают. Да. Это правда, что вы раньше жили на ипподроме? Да-да-да-да. Улетел. Так, хорошо. В корабле у нас... Корабль у нас не меблированный. Как мне уже сказали, я там уже побывал. Магнифик. Великолепный мне переводчик сказал. Магнифик. Поставьте тут какие-то стульчики, если можно, чтобы мы на нем как-то могли путешествовать. Менюшко, он рабочий? Почему тут дверь в полу? Вот это продемонстрировал. Лошадь заперта. Прикинь. О, здесь я еще не был. О, а почему меня просвечивает? О, ладно. Блин, вот отсюда вылезет. Прикольно, что... Нет, вот у танков синих. Вот, контент делают. Давайте воевать синими. Включить PvP-режим? Ну, по-моему, у нас нечем стрелять в данном корабле. Есть, там есть пушки. Аннигиляторные? Да иди. Ладно, решайте сами. Так что или будем ребят пулять, или мы поплывем куда-нибудь, или даже полетим, кто его знает. А почему второй шагоход никто не берет? Один взяли, второй никто не хочет. Хадно, их вооружения нет. А, они просто ползунки, я понял. Да, они, чтобы поржать. Смешные. Чтобы поржать, у нас сегодня есть отдельный участник, который может, в самом деле, поржать. А так? Ну да. Так, ну я не знаю, давайте, наверное, не будем по ним стрелять. Смотри во все камеры. Пройди просто все камеры. Блин, а сверху выглядит, кстати, прикольно. Чекай, чекай внутри, чекай кабину. Смотрю. Видишь? А теперь, видишь? Фига ты тут стульчиков наставил? Нет, я понимаю, чтобы все сели. Ну хорошо, давай вот сюда вот сядут. О, нормально. Чувствую себя каким-нибудь этим, знаешь, наводчиком. На полторса вытянулся. Да, да, да. Нормальный наводчик. Для космического корабля самая идеальная позиция. Да, я считаю, нормально. Скафандр передайте, пожалуйста. Так, ну, о, 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 коньяка села, хорошо. А я в камере застрелил. Еще рискнем отправиться. А, ученые на тазу, по морю в грозу. Что, что нет? Так, Снайд, ну давай на этом мы даже не будем до конца плыть. А он не доплывет или в чем проблема? Нет, он-то доплывет. Ну? Хотя, неверно, тут броня миллиметр. Но, ну, как бы он, он, ну, некрасиво. Некрасиво двигатели наверху. Раз, два, ну, время. Ну, хорошо. Давайте, ребята, тогда немножко этот опробуем, как он двигается. Потому что статично мы, конечно, посмотрели. Но хочется посмотреть, как он двигается. И потом перейдем к следующему экспонату. Поэтому давайте стартуем. Следующий, кстати, реальный экспонат. Верю. Я его еще не видел. Кстати, ребят, я на все это тоже смотрю впервые. Так что я просто строю предположение, как оно будет на самом деле. Я еще без понятия. Так что посмотрим. Да. Кто не убрал. Да, это Сережа опять поставил стульчик. Опа! А почему детальки попадали-то? Да, это потому что это фриз так работает. Я говорю, это прекрасная игра. Нет, ладно. Вы на ней специализируетесь. Кстати, насчет Builders Club. Вы только по этому режиму или все остальные режимы, в которых можно что-то строить? Только по этому. Далеко мы уплыли. Да поздно. Нас уже закрючило. Как это могло произойти? А, ну конечно, нам кот управляет. Никто вами не управляет. Вы зацепились на балдашникам на крыле за эту арку. А каким боком? А, так... А, что, я за рулем, что ли? Ну, оказывается, можно было и не гнать на кота. А я не знал. Так, сейчас. А можно как-то это приземлить? Выключи. Я вообще зареспавнился. Так что... Офигеть! Это сейчас выглядело страшно просто. Такой смотришь и ощущаешь себя очень-очень маленьким. По-моему, у меня в последний раз такое ощущение было в Halo. Вот в последний, который играл, там тоже есть такая штука. Ты такой маленький, а всё такое большое. Хорошо. Ладно, давайте тогда следующее. Что-нибудь более работоспособное. Будьте бобры. Ой, следующее очень работоспособное. Левитирующая лошадь. Сядь, пожалуйста. Спасибо. Ну, она будет долго грузиться. Ладно, ставим на паузу. Так, ребятушки, следующий проект это конференц-зал... Ха-ха-ха, шучу, это танк. Короче, тут такая штука... Неправда, это танк, в котором конференц-зал. Да, это танк с конференц-залом. И главные достопримечательности... Погодите, у нас... Помните, как есть вот это фигурки оленя на капоте? Ну? Сделайте от третьего лица, посмотрите спереди на наш танк. Видите этого оленя на капоте? Сейчас, я пытаюсь. Просто камеру отнеси подальше, чтобы видеть весь проект целиком. Посмотри на передок. Так, ну, блин. Я пытаюсь. Трофей. Ну, что-то более-менее. Он же самоназвал себя. Хорошо. Итак, у нас трофейный танк с лошадью на капоте. И конференц-залом внутри. Чем еще удивите? Что тут еще есть? Я удивлен, по крайней мере, на данный момент. Что еще? Еще есть место, на которое тратили меньше всего времени, но это не важно. Спальные койки, где ты опять спишь, как у врача? Или что? Да. О, это... Дальше есть карточка. А, это карта. Опа, 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 да. Я теперь понял, что это такое. Потом. Вот кто английский знает? Ну, типа знаю. И что? Главен таргет. Ну, вот тут табличка. Ну, табличка написана, что сияющие цели. Да и... Светящиеся цели. Да, так и есть. Да, так и... Капитан Очевидность посетил нас. Потом. Водила. Главная пушка. Неглавная пушка. Неглавная пушка. ПВО. А оно все рабочее или для хросты? Все рабочее. Офигеть. Дальше. Соответственно. Парт, командер, эндхайджер. Ну, то есть, командир части и выше. А, соответственно, цели. Угу. Угу. Круто. Круто. Это я сейчас второстепенно какую-то пушку управляю, да? Которая сбоку, наверное, где-то. А, значит, ПВО это самонаводящаяся ракета. Я понял. Оно не будет работать, пока мы не отвиснем, да? Да. Хорошо, я понял. Я не буду пока ничего трогать. Я просто присел. Так, хорошо. Эть, как у вас тут все тоненько, как будто в подводной лодке. Хотя лодка-то надводная вполне. Нет, вот такая вот с фромом, иди сюда. Где-где-где-где вы. Вот, а, вот. Карти, карти, смотри. Давай, давай, давай. Рубай. План нападения, что ли? Да. Ну, нам только средняя стрелочка нужна. Так, ладно. Ну, давайте тогда отправляйте в полет, в плавание. Посмотрим, как эта штука работает. Так, селектон сейчас. Давайте тогда сядем по местам управления. Я сел в конференц-зале, потому что я буду наблюдать от третьего лица, мне отсюда удобнее. Я вряд ли буду чем-то управлять. Давайте по местам, пассажиры, расслуживайтесь по местам. А вот сразу за ракетку у нас сел умный человек. В теннис собрался играть? А? В теннис собрался играть? Походу. В ракетке у него. Я не знаю, он просто... Ну, поехали. Так, махина спущена. Вот бы она еще рулила. Нет, она рулит. Она умеет двигаться назад-вперед, неплохо. Так, внимание, вопрос. Я вообще на месте водила? Ладно, она должна была лучше рулить, но ладно. Куда? Задний ход ест? Значит, в главном калибре это 100 пушек на 2 орудия. Что? По полтосу в калибре? Ого! Второстепенный калибр. Хоть и у настоящего Раты второстепенный калибр это 2 пушки Мауса, но тут у нас по 20 пушек во второстепенном калибре, так как больше НМА. Я, походу, главный по пушкам. Походу. А еще у нас так не может понять, как работает ракета, потому что я ему не объяснил, а вот он уже понял. Следующая остановка, а вот и она. Нет, я имею в виду, я же там на кнопочке поназначал. Слушайте, это все выглядит прям, ну, в хорошем смысле сложно. Это нужно было очень подзапариться, чтобы все это сделать. Сколько времени у вас заняло построить эту штуку? Ой, ну, если, ну, то есть учитывать вообще все время, то есть, ну, понятно, каждый день я там строил, дай бог, час, то можно сказать, что... Что? Если даже учитывать с тем, что нужно было накопить на все это железо, то несколько месяцев. Ну, плюс я еще там подзабивал на это. Палки-палки. Вот это с учетом того, что я подзабивал, и плюс, ну, вот, строил в суде не очень много, потом копить еще приходилось на железо, и в итоге это все вот так вот растянулось. Если от начала, то вот так. А если вот говорить о том времени, когда уже есть ресурсы, и когда я активно строил, то это вот последний месяц. Все равно месяц это дофига времени на одну постройку, пусть даже грандиозную, красивую, хорошую, но дофига, это прям достойно уважения. Да, но опять же тут проблемы с тем, что, ну, времени не дофига каждый день. Да, да, это я могу понять, как никто. Так, хорошо, мы пойдем как-то дальше, или мы попробуем что-нибудь еще? Ну, мы вот, например, только что разнесли башню танка, либо он сам развалился, так я не понял. По-моему, он сам, мне кажется, что мы не наносим вреда друг другу. Да, потому что у нас выключили ПВП-мод. Угу. А, сейчас, давайте отъедем на спаун. Я хочу кое-что показать. Давайте. Взятьте кто-нибудь на место водил и отвезите это на спаун. Отвезите это. И я. Сережа, давай, я в тебя верю. Отвези это на спаун. А, мне надо резетнуться. Кстати, спауна-то у нас нет, там, в принципе, надо, мы ж плывем. А, вот. Ага, а я резетнулся. Все, все, понял, вопрос снят. Все, я привез. Так, теперь хочу кое-что показать. А хочу показать это. Так. Получается. Сейчас, где же это? Трофей напуган. Сейчас пытаюсь найти. Ладно, давай по-другому сделаем. Давай сделаем. Вот так. Раз. Это колесики? Сейчас. Сейчас скажу. Как это выделить? Выделись, пожалуйста. Пожалуйста. Какая же это удобная игра. Да, да, да. Есть такая штука. Несмотря на точки, не обалденные инструменты, эта игра предоставляет, но иногда просто вымораживает. Так, вроде все подгрузилось. Сейчас посмотрим, что оно будет делать. Сережа, едь. А, ты уже не в танке. Леш, мэш. Для тех, кто в танке, объясняем. Есть кто в танке, у нас нет? Сейчас снаружи. Я внутри, но я не управляю. Я пока просто осматриваю все, что происходит. Так. Все, я внутри, только надо дверь открыть. Да, ё-моё, сейчас. Я в портале лазил. Все. Да, ё-моё, ну я... Я обожаю эту игру. Отхожу от портала на 5 км. Он все равно тебя засасывает обратно. Да. А, я не могу дверь открыть, потому что я далеко. А, я просто сейчас стену снесу. Все. Просочился сквозь железо. Так, а... Вот, держи. Ой. Насчет лагает, да, иногда поглагивает. Насмешники все так, а, рули. А, направо. Блин, эти колесики реально поворачиваются. Не, ну ты видишь? Я вижу, вижу. Вижу, что никого нет. Они не просто поворачиваются, они круто поворачиваются. Да. Да. В этом вся суть ситуации. Что-то я вспомнил те видосики, где показывают, как целый дом перевозят на колесиках, его просто поднимают, грузят на платформу. Это очень похоже сейчас. Так, отлично. Так, да. Так, ребятушки, следующий экспонат. У нас есть вот такая вот штучка красноглазка. Выглядит довольно прикольно. Кстати, из чего это сделано? Такой черный материал. Что это? Это просто краска. Это титанию. Ну, вот этот вот блок. Вот этот. Это краска. Прикольно. Понял. А, кстати, железо? Железо. Это вот это. Это, ну-ка. Да, это именно титанию. Вот. И еще есть вот такая штука. Вот. Там, кстати, там можно сесть, но там внутри ничего такого. Просто люк, в который ты залазишь, и можно эксплуатировать тот танк. А вот эта штука, она как-то немножечко поэпичнее, побольше. Честно, вон так красивее. Но это тоже смотрится очень угрожающе. Там внутри что-то есть? Можно зайти? Ну, зайти нельзя, внутри ничего нет. Ну, можно камерой залететь. А, я понял. Ну-ка, сейчас. Оп. Ну, внутри есть эхо, как минимум. Но меня смущает один неон, скажешь тоже, то, что броня один миллиметр. Внутри пусто, да. Это, короче, штучка вот чисто декоративная, опять же. Я уверен, что и на том, и на том можно, ну, как минимум на вот этой большой штуке можно доплыть. Я думаю, тут хватит материалов, чтобы она не разбилась. Где-нибудь креслец там тыкнуть посерединке. Загляни под гусеницу, под броню гусеницы. Ну, там гусеница, там колеса, я вижу. Нет, ты пойми, она круглая. Я вижу, я вижу. Я же прямо сейчас на это смотрю, и до этого тоже видел. Она круглая, и типа, по идее, оно должно быть рабочим, если бы тут были колеса внутри гусеницы. Нет, ты пойми, сделать гусеницу, которая будет работать вот так вот на колесах внутри этой гусеницы, это... Нереально. Да, это я знаю. Это ужас. Угу. Угу, тут я полностью согласен. Я, честно говоря, не пробовал, и желания нет. На двери? На вот эти двери смотреть? Ну-ка. Нет, на эти двери смотри. А, оу, 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 оу. Это прикольно, извините, я провтыкал, но я понял, понял мою шлавность идей. Кстати, раз уж что это не двери, это ворота, ну да. Вот это да, это круто. Они раскрываются с разной скоростью? А-а-а... Что? Что? Тут у нас какой-то гость мусорит. Что это? Открывается ворота, летит такая штука. Воник, чувак, Воник-поник. Да, это, кстати, привет, это наш подписчик, он постоянно с нами пытается заходить в наши видео, разные поприсутствовать. Спасибо, что зашел и сюда посмотреть. А-а-а... Кстати, можешь заходить на наш сервер. А-а-а... Да, чувак, может быть, пригласим... Ну, блин, надо, чтобы он скинул приглашение, ну, чтобы в нашу команду. Ладно. В любом случае, у нас просто видео уже сканчивается скоро. Но, Воник, спасибо, что зашел. Да, подходи к ребятам, если тебя интересуют всякие такие штуки. Я думаю, вы найдете взаимопонимание. Однако я уперся в стену. Весомый аргумент. На спаун. И он кинул запрос, и я принял. О-о-о-о, круто, круто, Воник с нами. Отлично. А сделай, пожалуйста, стену прозрачную. Впустите. Сделай прозрачную стену. Привет, Воник. Нас сейчас впустят, погоди, чел. Это ловушка века, да-да-да, в смысле. Ну, да, тут мы со спауна пройти не можем. Да, уже можете. А, о, все, есть, спасибо. Неплохое сейчас было... Меня выпинали. Ну да, пока... Как это произошло? Не знаю, короче, что-то у вас там у кого-то сейчас на фоне звякнуло, и кто-то в это время свалился со стены. Это все совпало. Очень прикольно. Это в смысле нет, когда ты так башни качаешь? Я не знаю. Мне кажется, он просто качает башни. А вверх-вниз нельзя? А то можно было бы еще и даговать. Вот смотри, тут же пушки, они в разные стороны стреляют. Тот же не как у меня. У меня пушки стреляют прямо, а у него пушки стреляют куда хочешь, хоть назад. Я понял. Кстати, вот этот танк очень уместно бы смотрелся в каком-нибудь Кармагеддоне, или втором, или в Карпокалипсис, что-нибудь такое. Да, и вот удивительно, мы опять не знаем, что это. Да, да, я знаю, я знаю. Короче, все отсылки в сегодняшней серии на игры, которым больше 20 лет, так что если вы тоже не знаете, что это... Не, кстати, кстати, раз уж на то пошло, Кармагеддон реинкарнация, он то ли с 16-го, то ли с 17-го года. Так что советуем. Что, а, где, что, что помочь, что сделать? Что с тобой происходит? А, конфету? Съесть, что ли? А вот теперь реально помоги, знаешь, после такого. А все, оскорбление бан. А самооскорбление? Ты офигел. Я наступил на какую-то кнопку, ладно. У меня, если бы клава не залагала, я бы нас спас. А она у меня не залагала. От чего? Да нас кот в клетку посадил, невидимую. Да ё-моё, ну вот этот портал, он просто по 35 раз тэпает. Ё-моё, отпусти. Пожалуйста. Да пожалуйста, ну что это такое? Блин, не откидывает, нет, нет. Да ну что это? Да иди нафиг. Это бесконечная петля просто. Это замечательная игра. Нет! Что б тебя, лошадиная морда? Мне кажется, Данка, он это, посмотрел на все это, у него аж пушки отпали. Это в прямом смысле слова, чтобы я провалился, да? Все он сделал, просто портал в пол, выкинул нафиг. Ага. Чух. Не-не-не, все, я второй раз не хочу, я уже посмотрел, что там есть. Так, ладно, ребятушки, в общем, вот такой сегодня у нас получился, ну, можно сказать, обзор, что ли, творений группы. Опять же, ссылочка на них будет в описании, заходите, интересуйтесь. Воник, отдельное спасибо, что подошел, чел, пусть даже и под конец, все равно было очень приятно. И вам, ребят, тоже большое спасибо, что показали такие штуки. Я вижу, что это куча работы, что это трудно, поэтому прям классно смотрится. Спасибо, что скалабились сегодня с нами. Вот. На этом будем заканчивать. Всем удачи, добра-бабра. Всем молодушек, всем покеда. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»